Итак, дорогие друзья, всем привет! Всем привет! Слава Богу! Слава Богу, наконец-то включился у меня телефон. У меня сегодня очень утро, статихо началось приключений. В общем, всем шалом! Мы чуть сегодня опоздали, извиняюсь за опоздание. Мы продолжаем изучать Мишлей, 20 главу. Мишлей, притча царя Соломона, 20 глава. И сегодня как раз мы будем изучать очень два интересных, полезных отрывка. И я сегодня понял, благодаря этому приключению, как придет Машех. Очень прямо интересно. У меня сегодня такой был экспириенс. Значит, я в 10 должен был начать урок, и мне телефон мне пишет. Пишет, вы знаете, что сегодня ночью вам загрузится новое программное обеспечение. Пишет мне телефон. айфон у меня, да, пишет, что будет новое программное обеспечение. Кстати, вот Яков Шатадин напоминает, что сегодня мы делаем этот урок для поднятия души Идель Бен Муше. И пусть заслуга распространения Тора, его душа, находится в Ганеден с душами всех праведников и с душами праотцова Врама, Ицкака, Якова. Амень. То есть, вот очевидно, что потомки Идель Бен Муше, они дали деньги на продвижение этого урока, чтобы как можно больше евреев, чтобы как можно больше людей, которые хотят приближаться к Богу и учить Тору, чтобы как можно больше людей услышали этот урок и вся вот эта вот сила духовная этого света, божественного света, чтобы она пошла Идель Бен Муше для поднятия его души. Идель, это, наверное, Идель, это женская. Идель Бен Муше. Идель, да, мне кажется, что это женское имя Идель. Хорошо. Значит, а я понял, как придет Маше. Давайте вот я вам расскажу сейчас. Смотрите. Значит, мне пишет телефон, что вышла новая версия программного обеспечения и ночью она у вас загрузится. 13, там, какая-то версия операционная система. Я думаю, ну, отлично. И там была кнопочка загрузить написано. Я думал, что я согласен загрузить ночью. И нажал загрузить. И вдруг у меня телефон вырубается полностью и начинает с 10 утра до 10, и вот 10 минут эти начинает загружаться эта система новая. И я не могу ничего сделать. Не могу остановить. И мне кажется, что в один прекрасный день, это именно будет прекрасный день, появится в небе такая надпись, что все, пришло время перезагрузить, загрузить новую систему. Мир меняется на новый, более духовный такой переходит структуру, структуру мироздания. Приготовьтесь. И это как раз будет время прихода Машеха. То есть просто перезагрузятся все программы. Программы ДНК, программы атомов, программы молекул, программы того, что держит этот мир в том привычном виде, в котором мы его воспринимаем. Но то, что этот мир такой, это чудо. То есть, если мы рассмотрим любой аспект реальности, например, мне вчера мой брат Михаил рассказал, что, он рассказал мне интересную вещь, что с точки зрения эволюции никто не может объяснить, зачем нужен сон. Ведь лодики в сне нет никакой. Представьте, это очень опасно. Человек третий час жизни он проводит абсолютно беззащитный, без движения, без, не может себя защитить. Зачем сон нужен с точки зрения эволюции? Почему выживает два скада, один электричественный, а второй не электричественный. И тот может выжить, и тот может выжить. То есть, объяснить, что все это случайно возникло под влиянием эволюции, это, ну, это очень слабое. Иделито Эдик, БНА, все. Иделито Эдик. Отлично. Значит, вот, как бы, понятно, да, идея, что тот мир, каким мы его воспринимаем, он сформирован некой идеей, что он должен быть таким. И когда наступят новые этап в мире, то, что называется Эра Приходы Машеха, то тогда эта идея, которая формирует мир, она изменится. Просто вот так перезагрузится в один момент и изменится. Хорошо, а мы изучаем сегодня нам царь Шломо, в девятом отрывке, Мия Мар, он говорит, кто скажет, кто скажет, зетите леби, очистил я свое сердце, таарти михатати, полностью я очистился от своих грехов. Значит, здесь используется два слова, три слова интересных, на которые стоят четыре даже, обратите внимание. Первое слово, леби, сердце мое. Значит, на языке Шлома Машеха, что кто скажет, зетите леби, очистил я свое сердце, зах это чистый. Теперь, сердце человека, это, как мы учили уже, много замыслов, много мыслей в сердце человека. И получается, что кто может сказать, что я полностью сделал свои мысли чистыми, прозрачными. И тут очень интересная вещь, что я когда-то, когда представлял себе, как будет приход Машеха, у меня была такая метафора, что вот если мы возьмем в электричной сети, включим ток не 220 вольт, а 500 вольт, например, или 300, или 400, то есть такой материал, который называется оптиковолокно. Ну, например, или там есть медные кабели, есть кабели какие-то еще. Есть кабели, которые, которые, есть кабели, которые сгорают. То есть, если там материал нечистый, то ток, он нагревает этот кабель, и кабель-бак сгорает. А есть кабель чистый? Так вот, сердце человека точно так же может быть зах, чистое и прозрачно. И у пророков, пророки соединялись с Богом, и у них было сердце, то есть, они воспринимали духовный мир сквозь мышление, и мышление им почти не мешало. Это всем пророкам, а единственное, кому мышление вообще не мешало воспринимать божественную реальность. Это был царь, это был Моше Рабейну. Моше Рабейну, пророк всех пророков, то есть, он был, аспаклярием Мейера, это называется, чистое стекло, и сквозь него Бог говорил. Прямо конкретно, Бог говорил сквозь Моше. Его мозг, Моше, его интеллект, его мысли, его сердце не мешало ему, и поэтому это было чистое, вот Тора, это чистое, как бы, слова Бога. Теперь у обычного человека, у него сердце его, оно загрязнено. Чем загрязнено? Ну, вот если я посмотрю в свое сердце, да, у меня, например, я помню с детства мультик, кто людям помогает, помните, тот тратит время, зря, пела Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. То есть, вот, это мультик, это одна из грязных вещей, которые, она вроде бы безобидная такая, да, эта идея, ну там, какая старуха Шапокляк, ну зачем, зачем мне в моем сердце, какое это имеет отношение в духовном мире, вот человек уходит в духовный мир, его спрашивают, что ты с земли несешь? А там же все поколения, там же уже информация сегодняшняя, это не актуально, то есть, в духовном мире, вот сейчас пришел туда, да, светлая ему память, Идель Бенмара, Барух Даяна Эмет, Идель Бенмара приходит в духовный мир, и в духовном мире его спрашивают, ну как, Идель Бенмара, что у тебя с собой? И, а там же Машер Абейну, Авраама Вину, праоцы, там царь Шломо, там царь Давид, и вся вот эта вот информация, которая соответствует нашей эпохе, вот эта пустая вся СМИ, средства массовой информации, она туда не поднимается, потому что эта информация не проходит, она не актуальная, а что туда поднимается, Тора, вот мы сейчас урок Торы, мы ему даем с собой, даем ему с собой Тора, которая вечная Тора, а, типа, с Торой ты пришел, давай, Тора как воздушный шар поднимает, теперь, говорит нам царь Соломон в девятом отрывке, МИЁМАР, кто скажет перед Богом, ЗИТИТИЛИ БИ, очистил свое сердце я, кто скажет ТААРТИ, ТААРТИ это, что он там очистил, видите, вот я вот про старуху Шапокляк помню, а про старуху, кто скажет перед Богом, что я очистил свое сердце, и очистился от своих грехов, кто может это сказать, царь Соломон говорит, никто не может сказать, нет цадика, который бы не согрешил, он в другом месте говорил, его папа царь Давид говорил, семь раз праведник упадет и поднимется, а злодей раз упадет, не поднимется, получается, что у каждого есть внутри вот эти вот примеси, примеси нечистоты, скажем так, теперь, как эта нечистота очищается, по еврейской традиции, душа попадает потом в чистилище, то, что называется чистилище, или ад называют это, на еврейском, это называется гейном, гейном, то есть это, это место, в котором душа, она как золото и серебро, раньше в, очищали, очищали в таких вот печах специальных, переплавляли, также душа очищается в, вот в этом чистилище, да, в гейноме, значит, но мы для себя знаем, первое, что мы для себя можем сделать вывод из этого урока, что мы можем сделать вывод, какой, что нужно держать сердце чистым, стараться, да, не запускать туда всякую грязь, мусор, вот представьте, раньше, раньше люди, они наблюдали, созерцали поля, вот, например, тот же Машер Абейну, да, Машер Абейну, он был пастухом, и вот он ходил себе спокойно, овечки, горы израильские, вот эти вот вокруг там, да, медьян, и вот он ходит такой и созерцает вот этот вид прекрасный, спокойно, какой-то там тишина вообще невероятная, ни одного звука, ни машины там не летают, ни дроны никакие, ни самолеты, а только птицы поют, вот, и он ощущал связь со Всевышним, и у него не было ни одной нечистой мысли, и поэтому Бог с ним заговорил из куста, горящий куст, потому что он мог Бога услышать, а обычный человек, даже если Бог с ним разговаривает, он не слышит, у него будет это смешиваться с какими-то там, сразу вот у меня, я говорю слово Бог, да, и наблюдаю за, какие мысли у меня всплывают, и у меня всплывает сразу кадр из фильма «Бриллиантовая рука», там, где он шел, там, где он шел по воде, помните Миронов, шел по воде, такой он думал, и потом он упал в воду, это было вот, такой у меня кадр всплывает, то есть, у обычного человека, когда ты ему говоришь слово Бог, у современного, особенно русскоязычного, да, у него сразу же всплывает, там, 20 лет пропаганды антирелигиозной, у него всплывают сразу анекдоты, как, знаете, есть вот, вот я когда слово Бога говорю, и наблюдаю, какие у меня всплывают мысли, значит, есть, известная такая история, что отец Ануфрий, отец Ануфрий собирал на храм, собирал на храм, на храм он пока не собрал, но новую Ауди уже купил, вот, например, или есть известная, как, знаете, свидетели Еговы, как их называют, и они, значит, ходят, ну, людей адитируют, там, все такое, и такой звонок в дверь, открывает человек, и свидетели Еговы, такие ему говорят, здравствуйте, а вы не хотите на нас переписать свою квартиру? Он говорит, в смысле? Они, ой, извините, не с того начали, давайте поговорим о Боге. То есть, у обычного человека, у обычного человека, у него, вот, все, что связано с Богом, настолько замылено, вот этими шаблонами, вот этими вот, такими, какими-то непонятными метафорами, и анекдотами, да, и фильмами, и это то, о чем говорил царь Шломо, Мии Марун говорит, кто скажет, зитите ли би, кто может сказать, что я очистил свое сердце, кто может сказать, кто может сказать, тиарти михататай, то есть, очистил себя от грехов своих, никто не может сказать, то есть, у каждого есть, там, стилеты в шкафу, как их называют, да, хорошо, дальше он говорит, следующий отрывок, десятый, тоже интересный отрывок, очень, он говорит так, эйфа в эйфа, он говорит, эйфа в эйфа, это мера веса, которую меряли тоже в то время, когда он жил, были свои меры, на весы клали камни, были, эйфа это такие, были как, ну вот как объемы меряли, да, там ведерочка такое, да, эйфа в эйфа, тоават, ашем, тоават, мерзость для Бога, гамшнеем, обе эти вещи, мерзость для Бога, вообще непонятный отрывок, вот если человек читает Мишли, без объяснений мудрецов, то, ну, непонятно, вот, ну, что за камень и камень, ведерко и ведерко, мерзость для Бога оба, что Бог не любит камни, или Бог не любит ведерочки, которыми меряют объем, сыпучие продукты, значит, как объясняют мудрецы, они объясняют, что там такой глубочайший смысл вообще, значит, у одного человека, у продавца, было у него, значит, камни, ну вот, как, знаете, как я еще застал, в советское время, в советское время, были весы такие на рынке, которые на них клали дирьки, и продавцы-обманщики, у них были дирьки подпиленные, весы были у них, вот эти тарелки подмагниченные, там, свинцом утяжеленные и так далее, то есть они на каждом взвешивании воровали по 100 грамм у клиента, например, да, на каждом килограмме 100 грамм, и 10% вот дневного выторга они оставляли себе в кармане, поэтому были работники торговли, они были такие очень богатые, но они были обманщики, то есть они были обманщики, и вот, значит, царь Соломон, как бы, в этом отрывке, в 10-м, камень и камень, эфа и эфа, мерзать для Бога оба, он говорит такую вещь интересную, вот представьте ситуацию, продавец товара обманывает, у него камень поддельный, а покупатель товара, ему отвешивает взамен, отвешивает ему взамен, другой продукт, бартерная схема, да, вагон чоколада, на вагон мармелада, тот, кто давал вагон чоколада, украл 100 килограмм, тот, кто украл, тот, кто ему дает вагон, вагон мармелада, он думает, так, он у меня все равно, точно украдет. Вот точно украдет. Но не может быть, чтобы он не крал. Он у всех крадет. Может, я ему тоже тогда из своего вагона мармелада 100 килограмм-то отверну. Ну, то есть, не доплачу ему. Можно ли так сделать или нет? Можно ли вообще обманывать, если тебя обманывают? Можно ли обманывать для восстановления справедливости? Например, два лжесвидетеля свидетельствуют, что кто-то должен деньги. И тот, кто... Он не должен деньги по правде. Но у него нет варианта. Два лжесвидетеля про него говорят. Да, он должен. Мы видели, как он занимал. Имеет ли он право тоже нанять лжесвидетеля, который подтвердит, что его вообще там не было? Ну, например, он берет, думает, так, но я не могу доказать. Эти два лжесвидетеля, они доказывают, что я должен деньги. А я сейчас найму двух еще тоже лжесвидетелей. Пускай скажут, что я в это время пас овец. Они как раз видели, как я пасу овец. Прямо конкретно за городом. Вот они были и я. И вот они сейчас имеют право или нет. Написано в Торе, что дири должны быть точные. А здесь нам царь Шлумо намекает в этом отрывке. Он говорит, что даже если тебя обманули, ты не должен обманывать. Вот так вот объясняют комментаторы этот отрывок. И намерение твое восстановить правду, если действие твое нечестное, оно вроде бы здесь написано, что так делать нельзя. Но давайте вспомним ситуацию другую. Давайте вспомним ситуацию, когда Яков, прадец Яков, он купил первородство у своего брата Исава. То есть он заплатил ему деньги и говорит, отдай мне первородство. Не деньги, похлебку. Он дал похлебку ему и Исав отдал. Написано прямо в Торе, Исав пренебрег первородством. Оно для него было неценным. Оно ему было ненужным. И он отдал его своему брату Якову. Отдал. Потом, значит, Ицхак, их папа, хочет дать старшему сыну, Исаву, хочет дать благословение, благословение на богатство и на власть. Значит, он говорит своему сыну Исаву, пойди принеси мне еду, значит, пойди на охоту, принеси мне еду, и я, значит, тебя благословлю на, это было материальное благословение на богатство и на власть в этом мире. Значит, мама услышала это и говорит Якову, да, вот Максим вспомнил отрывок из Талмуда, который об этом уже говорит, но вот Тора, давайте вспомним, это прям коренная такая вот коренная история, когда сказал Ицхак Исаву, сходи, принеси мне еду, я тебя благословлю, а мама сказала Якову, давай я сейчас приготовлю еду, переоденься в Исава и иди к отцу, получи это благословение. И Яков говорит, как я могу это сделать, я же не могу обмануть. Мама говорит, я тебе приказываю, все зло, если будет от этого зло, все на меня, я беру все на себя. И Яков заходит и говорит, его папа Ицхак спрашивает, Исав, это ты? Нет, кто это, говорит папа? И говорит ему Яков, это я, Исав, твой сын. Говорят мудрецы, но он же не обманул, он же не обманул, он говорит, кто это? Он говорит, это я, Исав, твой сын. Ну все, вот все, правда, чистая правда, ничего не обманул. А как же он же все равно благословение получил вместо него, вместо Исава? Папа в конце сказал, тот, кого я благословил, благословлен будет. И значит, это от Бога и так далее. То есть, очень это непростая ситуация, очень непростая ситуация, например, украл у вора, вкус воровства почувствовал, но тот же царь Давид в псалмах, он говорит, честным будь честен, а с подлецом, то ты тоже можешь быть хитрым, потому что ты не должен сделать так, чтобы тебя обманули, подставили и так далее. Это очень непростая тема, это очень непростая тема в каких ситуациях и как действовать. То есть, поэтому, когда говорят, что когда человек умирает, его первым делом спрашивают, сколько Торы ты учил, и важно, насколько ты хотел и изучал, и хотел приблизиться к Богу. Это первый вопрос. Даже не так спрашивают, спрашивают по-другому. Ковато и тим ли Тора? Установил ты время для изучения Торы? Такой задают вопрос, в Талмуде написано, когда человек умирает. Первый вопрос, ковато и тим ли Тора? Установил ты время для изучения Торы? Поэтому мы в 10 утра каждый день с 10 до 10.20 учим Тору, установили время и держимся за него. И второй задают вопрос, честен ли ты был в делах? Правда? Честно ли ты вел дела? И это очень сложно, очень сложно, если ты занимаешься бизнесом. Если ты занимаешься бизнесом, очень сложно нигде не споткнуться. Тоже в Талмуде написано, рубамбы, гэзель, большинство людей где-то спотыкаются в грабеже. Где-то ты забрал, где-то ты недоплатил, где-то ты случайно обвешал, где-то ты считал, что ты прав, но ты оказался неправ. Рубамбы, гэзель, большинство спотыкаются, грешат в грабеже. Мьют бы орают, меньшинство в разврате. То есть тоже очень сильный такой, как сказать, соблазн. И все, все, говорится, все в авак лошонара, в пыль злоязычия. То есть все любят посплетничать, что-то про кого-то не то сказать, кого-то словами обидеть, кого-то чуть-чуть унизить. Иногда бывает, что даже самых близких людей все эти критика, замечания и так далее. Значит, поэтому еще раз вернемся в девятый отрывок. Мия Мар, кто скажет, кто скажет, зетити эт леби, кто скажет, очистил я свое сердце, тиарти михатати. Нет таких людей. К сожалению, нам всем есть за что, ну вот на что, как сказать, чуть-чуть рыло в пуху, назовем это простым русским словом, да. И, значит, поэтому, поэтому лучше других не осуждать и строго не судить, потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему. И когда ты кого-то судишь, то это ты судишь себя. И строгая мера суда по отношению к другим, она дает строгую меру по отношению к себе. Все, друзья, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь уроком. Давайте продвигать уроки Торы. Есть не только мои уроки, есть 10 уроков, примерно идет в прямом эфире. Можно каждый урок поддерживать, продвигать, стать участниками распространения Торы. Воикра – это платформа, в которой мы хотим соединить преподавателей Торы с теми, кто хочет изучать Тору и дать всем технические возможности доносить слово Бога до тех, кому оно нужно, реально нужно. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, всем пока. Пока. Пока.